Добрый день, уважаемые зрители! В эфире канал Тактик Медиа, его ведущий Артём Драбкин. Сегодня у нас в гостях кандидат исторических наук Максим Коломенец. Добрый день, Максим. Добрый день, Артём. И мы разговариваем о автомобилестроении в СССР перед войной и автомобилях, которые принимали участие в Великой Отечественной войне. Ну, два слова мы зайдем, так сказать, издалека, что, да, наверное, для кого не секрет, что к началу Первой мировой войны автомобильная промышленность в Российской империи отсутствовала как класс. Руссобал. Это нельзя назвать промышленностью, это был автомобильный отдел русско-балтийского фагонного завода. И если мы говорим про производство, да, до сих пор, так сказать, спорят, сколько они сделали, начиная там с 1909 года до 1915, потому что эвакуирован был завод, ну, чуть больше 500 машин. Это вообще ни о чём, причём в основном легковые. Вот, хотя на самом деле к началу Первой мировой войны в армии российской, именно в армии, было автомобиль больше, чем в армии других стран. Но когда началась Первая мировая война, значит, там Германия, Англия, Франция, они там мобилизовали, стали производить. У нас попытались, там была военно-автомобильная повинность, ну, в общем, это, там, несколько тысяч машин, в основном легковых, куча разных марок, и, в общем... То есть у нас был только импорт? Только импорт, и в годы Первой мировой войны примерно 20, больше 21 тысяч автомобиль было закуплено. Где? Закупали везде, значит, что интересно, до Первой мировой войны самыми лучшими автомобилями у нас в России считались немецкие и английские. Американские автомобили вообще практически были неизвестны в России. Когда началась Первая мировая война, значит, была отправлена закупочная комиссия в Великобританию, там был чётко разработан, сколько каких машин нужно купить, там где-то порядка там... Всё напоминает 41-й год. Совершенно точно, вот. Вот. Приехали в Англию, те сказали, мы, там, грубо говоря, там полторы тысячи нужно, мы вам готовы продать 700-800, остальные нам нужны для армии, ищите сами. И тут появились всякие фирмы-посредники, которые стали предлагать американские машины. И, в общем, американских у нас реально было очень много. Вот. В первую очередь, это Уайты грузовые, Пакарды легковые грузовые, были Джеффери полноприводные, вот. Ну, и куча там всяких разных ещё. Ну, английские тоже были, французские, Фиаты были, итальянские, то есть, разномарочность была, я в архиве когда смотрел, допустим, там, на осень 16-го года, ведомость автомобиля на фронтах. Там есть такие марки, которых я даже не знаю, что это, там, одна или две машины. Ну, всего в мире было, там, в середине века было 500 производителей, я думаю, что в начале века было их, там, полторы тысячи производить, там, каждый гараж был, так сказать, своим производством. Ну, и, значит, в 16-м году правительство Российской империи озаботилось этим, и было, значит, объявлено, что нужно свои автомобили. Значит, было заложено 5 автомобильных заводов, общая производительность, расчётно 10 500 машин в год. Значит, это что это? Это завод АМА в Москве, у которого, кстати говоря, Рябушинские были задействованы. Это завод Лебедева в Ярославле. Значит, АМА должен был выпускать ФИАТ-15, итальянский полуторитомный грузовик. Значит, завод Лебедева должен был Краслей выпускать, английский. Руссобалт Филях должен был выпускать легковые автомобили. АКСАЙ под Ростовом должен был выпускать Пакарлы. И был, значит, казённый завод в военных самоходах, в Матищах. Это то, что сейчас вот этот вот знаменитый завод в итоге. Он должен был тоже выпускать Краслей. Но к 17-му году ничего, в общем-то, ну, в самом таком лучшем состоянии был завод АМА. Причём там были очень жёсткие сроки, потому что государство выплачивало деньги, да. И Рябушинский, понимая, что они не успевают выдать машины, они закупили машинокомплект в Италии и стали собирать вот эти вот ФИАТ-ы. И поэтому, когда, так сказать, после Гражданской войны начали что-то там, Советская Россия и Советский Союз, работая, значит, по автопарку, значит, на АМА сначала собирали ФИАТ-ы и там ремонтировали УАЙТ-ы. Вот. И, значит, потом запустили, ну, самое известное, да, все знают, АМА-Ф-15. Это, ну, это, причём не чистая копия была итальянской машины, она была такая доработанная. Значит, потом завод АМА был реконструирован, значит, в 30-е, в начале 30-х годов они стали собирать, называлось АМА-2. Это американский грузовик фирмы Аутокар. С ними договорились, точно так же машинокомплекта завозили, значит, трёхтверточный. Да. Потом запустили АМА-3. Это уже был, как бы, собственный, то есть, то же самое, только адаптированное к нам. Ну, и вот этот АМА-3 в итоге он стал ЗИС-5. Вот, значит, завод был в середине 30-х сильно реконструирован, вот, был одним из, ну, второе повеличение, значит, автомобильный завод в СССР. А самый крупный, это Горьковский автозавод, да, это известно, это в мае 29-го года был заключён, значит, договор с Герной Фордом о поставках машин и строительстве завода. Причём завод был в рекордные сроки построен. 1 января 32-го года запущен. Сначала, значит, собирали Форд-2 грузовики полуторитонные, Форд-А легковой автомобиль. Вот, потом, соответственно, это стал ГАЗ-2 и ГАЗ-А. Потом вместо ГАЗ-А знаменитая М-ка, Молотовец-1. Это тоже, собственно говоря, американская машина, которая была куплена у Форда, переработана и запущена, там, в 36-м году в производство. Вот, был автомобильный завод в Ярославле. Это, вот, завод Лебедева, который, так сказать, строился ещё начал в Первую мировую войну. Он выпускал в основном большегрузные машины грузоподъёмностью больше трёх тонн. Пятитонки, Я, ЯГ, вот. Но их было очень мало. Производство было визерное. И этот завод был ещё завязан на ЗИС. Значит, завод имени Сталин, московский, бывший АМА. Они поставляли много деталей для, значит, Ярославского завода. Вот, значит, потом был в 39-м году, начали в 40-м, значит, работы, завод Кима в Москве. Это малолитражки должны были делать, но их, в общем, запустили в 41-м году. Производство там собрали, там, буквально, сотни-две, по-моему, совсем мало. Вот. Вообще, довоенный выпуск был очень приличный. Больше миллиона машин в год? Нет, всего. Или всего? Всего. Довоенный тогда с какого года трёх? Ну, с 31-го, скажем так, с первых пятилеток. Вот, когда, значит. Ну, и если вот мы посмотрим, да. То есть, предвоенное десятилетие? Да. Значит, в 38-м году 211 с лишним тысяч, в 39-м году почти 187 тысяч, в 40-м году примерно 125 тысяч машин. Значит, в 41-м, до начала войны, 42 с половиной тысячи автомобилей сделал завод ГАЗ, и 30,7 тысячи сделал завод ЗИС. Ну, и, конечно, они шли, естественно, не только в армию. Не только в армию. Они шли вообще, так сказать, да. Да. Значит, армия, ну, что вот мы про Лендлис, да, говорили с тобой про Студебекера и прочее, значит, армия-то в основном полуторки и трёхтонки ЗИСы. Всё, ну, легковушки, там, М-ки ЗИС-101, командир для высшего комсостава был тоже совсем мало. Вот, были какие-то импортные машины, закупали там и Покарды, и Форды там разные. Вот, но, значит, в чём была проблема к началу войны, что в армии не было специальных машин повышенной проходимости. От слова, ну, совсем. Их разработка началась где-то 1939-1940 год. Вот, такая активная. Значит, первым это был легковой автомобиль ГАЗ-61. Это, ну, фактически знаменитая М-ка легковая, только полноприводная. Значит, был вариант именно вот, как М-ки автомобиль, да, легковой. Был вариант пикап, как тягач артиллерийских орудий с таким кузовом облегчённым. Значит, всего до, начиная с 1941 года и до конца войны, 238 штук собрали. То есть, это вообще ни о чём. Вот этих тягачей, по-моему, 36 или 38 машин. Вот, ну, на них ездили, тем не менее, вот, там Жуков тот же ездил, Конев ездил. И опять же, вот про Симонова я вспоминал в прошлой, да, про Лендлис. Сейчас в той же книге по последнее лето у него там есть этот самый, господи, прототип которого Мехелес. Он ездил как раз по книге, он пишет, что ненавились, а вот он на этой М-очке полноприводной. Про ГАЗ-64 мы с тобой говорили, я не знаю, стоит повторять, не стоит. Ну, я думаю, что не стоит. Да, это, так сказать, был в журнале, значит, в журнале «Автомотив Индастрис» с фотографией «Форд Пигмей» он назывался. Это фактически, ну, машина, которая участвовала в конкурсе разведывательного автомобиля Американской Армии, то, что вот Виллис из чего получился. И увидели, сказали, надо сделать, и сделали вот этот ГАЗ-64. Но сделали их тоже, значит, до конца 41-го года 601 машина. То есть, тоже ни о чем. Из грузовиков полноприводный был, значит, разработан ЗИС-32, это полноприводный, ну, ЗИС-5, 4х4, значит, 197 машин в 41-м году. То есть, вот, был вариант ГАЗ-63 полноприводный, 4х4, но только прототипа были, серийно нет. Из таких вот только были полугусеничные, значит, был ГАЗ-60, это полуторка вместо задней оси, значит, гусеница. И ЗИС-22, ЗИС-3, ЗИС-5, их всего было, там, тысяча с небольшим. Причем гусеница была из тканевой ленты, резино-тканевой ленты с металлическими накладками. Машины оказались неудачными, и опыт, так сказать, финской компании, в общем, показал, что там все не очень здорово. Когда началась война, значит, соответственно, заводы ЗИС был эвакуировал в осени 41-го года. А куда его увезли? Он уехал в Ульяновске, в Миас. Причем, значит, в Ульяновске сразу этот Ульяновский завод был ориентирован на выпуск автомобилей, грузовиков. А в Миасе, значит, коробки передачи двигателя. Но в 44-м году почему-то они решили поменять местами, значит, в Миасе стали собирать автомобили, а в Ульяновске, значит, коробки, двигатели и прочие детали. Но, тем не менее, завод, который остался в Москве на площадях, он всю войну производил машиной. И, что интересно, я чуть позже назову цифры, он выпустил больше московский вот именно ЗИС, чем вот эти два завода эвакуированных. А что еще из таких вот, ну, Ким уехал, ничего он не делал, как бы, вот. Газ он выпускал всю войну машины. Собирал, как я уже говорил, предыдущий, да, Ленд-Лизовский и в Усколс войну. Пока его не разбомбили, да. Значит, по документам главного автомобильного управления, значит, там пишут так, ну, по итогу войны, что систематическое невыполнение заводами производственной программы из-за недостатка материалов, металла, комплектующих с других заводов, перебоев с напишением электроэнергии, недостаточной организации работы, значит, заводов и смежных производств. И там, значит, такая есть фраза, что Нарком Средмаш, автомобильный завод, да, не Наркоман Среднем Машинства, они подчинялись. И директора заводов уделяли основное внимание производству боевой техники, нежели автомобилю. Но в то же время там отмечалось, что директор завода имени Сталина, товарищ Лихачев, значительно лучше работал, чем директор, там, газа. И, значит, как по выполнению программы, так и по качеству автомобиля. И, значит, он всегда старался помочь, если, так сказать, автомобильное управление просило, там, выдать дополнительные какие-то автомобили, да, там, перевыполнить программу, он всегда шел навстречу. Ну, если мы посмотрим производство, да, в годы войны, газ, это, повторюсь, это машины отечественной сборки. То есть газ, вот то, что я называл тогда цифры, да, Ленд-Лизовские сборки, они сюда не входят. Значит, газ за время войны сделал 102,3 тысячи, а за время войны, опять же, это данные на май 45-го года. То есть мы как бы дальше, ну, пока я, ну, нету таких полных данных. ЗИС московский 91,2 тысячи, значит, Ульяновский ЗИС 6,4 тысячи и МИАС 5,1 тысячи. То есть 205 тысяч машин было произведено. Ленд-Лиз, мы, стараемся, говоря, 312,6 тысячи. Ну, в полтора раза. Да, в полтора раза. То есть как бы... Качество. Качество, да. Выпускали что? Газ выпускал в основном, это были грузовики, полуторки. Небольшое количество ГАЗ-3А, трехосок, их перед войной собирали, но потом, как бы, сильно была сокращена производство, хотя их до 45-го года в небольшом, совсем мизерном количестве собирали. Плюс выпускал он, значит, автомобили ГАЗ-64, потом ГАЗ-67. Значит, ЗИС в основном выпускал ЗИС-5, и плюс он выпускал еще полугусеничный вариант ЗИС-42. Но ЗИС-42 его было сделано немного, там, пять с небольшим тысяч домов, и, по-моему, до 46-го года, до приключения, произошло 6, там, примерно 6 тысяч, там, 400 машин. ГАЗ-67 тоже, кстати говоря, их тоже было сделано с 4751 машин до конца 45-го года. То есть, если мы посмотрим на цифры, там, Виллисов, там, 30 с лишним тысяч, как бы, ну, вот. Ну, и вообще, вот, производство до 205 тысяч машин за 4 года войны, это примерно производство годовое, 37-го года до военно. То есть, явно совершенно сокращение в пользу танков и всего остального. Значит, дальше, если мы говорим про армию, у нас 73, больше 73 тысяч, ой, больше 73 процентов всех выпущенных автомобилей ушло в армию. Вот, это если всего, значит, по годам, в 41-м году 81 процент из всего производства, в 42-й год, 77 с половиной почти, в 43-й год, почти 85 процентов, больше всего. Вот, в 44-м 64, в 45-м, там, 51 процент. Поступило легковых, вот, ГАЗ-64, ГАЗ-67, 6,4 десятых тысячи грузовик, грузовик 151,1 тысячи. Это 83 тысячи газов и 68 с небольшим тысяч ЗИСов. И 5,1 тысяч ЗИС-42. То есть, 162, ну, почти 163 тысячи автомобилей из 205 тысяч выпущенных в годы войны ушло в армию. Значит, что еще? Когда, ну, началась война, естественно, начались проблемы. Ну, это все знают, эвакуация, нехватка материалов, мобилизация в армию людей и так далее, и так далее. И ввиду, значит, недостатка металла и прочего, постановление Совета народных комиссаров от 17 сентября 42-го года, значит, было разрешено выпускать грузовики упрошенной конструкции. Что это такое? Это, во-первых, деревянная кабина с брезентовым верхом или там без дверей. Или деревянные двери, или брезенты, или такие двери. Значит, без передних тормозов. На колеса передние тормозы не встали. Значит, вместо штампованных крыльев такие Г-образные из металлического листа. Одна фара вместо двух. А деревянная подножка вот внизу вместо металлической. Задний, один обкрывающийся такой борт задний. Вот. И минимум оковки металла. То есть борта там обычные колосками. Вот. Плюс буксирное приспособление только на 30% машины ставилось. Вот. Ну и сами заводы тоже... Поэтому и таскать-то ничего не могли. Вот именно. Вот. Поэтому, значит, заводы сами по своей инициативе ряд упрощений. Замена там цветных металлов черными, замена там механической обработки там литьем там и так далее. Естественно, это все качество снижало и так. Они, ну... Но они простые были. Простые. Вот. Но тем не менее, в 42-м году очень документы вот этого автомобильного управления пишут, что качество очень сильно упало. Ну, кстати, в танках такая же ситуация была. В самолетах. В самолетах. Ну, везде. То есть это был самый тяжелый, на самом деле, говорят, 41-й. А я считаю, что 42-й был... Нет. Самый кровавый и самый тяжелый 44-й. 42-й. Вот. Но тем не менее, вот это автомобильное управление, оно всячески старалось как-то вот там и давили, и там писали там в ГКО. И, в общем, чтобы как-то качество автомобиля увеличить, помочь, так сказать, наладить выпуск, там увеличить и так далее. И, значит, в документах отмечается, что к 44-му удалось значительно улучшить качество по сравнению с 42-м годом. Что еще? Были большие проблемы со снабжением разными деталями и агрегатами, например, не хватало. Ну, то есть там же, допустим, газ, не только газ делал, там же куча была заводосмежников, которые поставляли разную деталь. Шоферский инструмент, электрооборудование, карбюраторы, диски колесные, воздухоочистители, шины и так далее. В общем, этого всего не хватало. Поэтому были случаи, когда, например, в течение месяца или полутора даже месяцев, например, вот на Азисе, автомобили сходили на четырех колесах. То есть, ну, задние колеса у него сдвоены. Ввиду того, чтобы колес не хватало, стояли только в одному колесу. Значит, полуторки без воздухоочистителей сходили. Вот. Без инструмента, без, там, ну, в общем, кучи всяких таких вот вещей. Вот. Значит, чтобы как-то выйти из положения, ну, вот только, наверное, у нас в стране такое могло быть. Значит, что такие неординарные, я бы сказал, меры. Значит, начальник, нет, комиссар главного автомобильного управления обратился к секретарю комсомола ЦК ВЛКСМ, значит, Михайлову. В 42-м году он сказал, надо помочь, не хватает инструмента, давайте организуем сбор по стране. И молодежь, значит, инструмент для укомплектования автомобилей. Вот. Ну, инструмент, понятно. В 43-м году он обратился... То есть, просто люди собирали, отправляли на завод. Да, да. Там были организованы, да, так сказать, пункты, то есть это все, вот. А в 43-м году там было более прикольно, значит, сбор цепей. Вот. Ну, собственно говоря, какой, да, самый простой способ повышения проходимости, увеличения, да, автомобиля, это вот эти браслетные цепи противоскольжения. То есть, вот у меня, вот у отца был 43-й москвич, и у нас лежали в багажнике, там кусок прорезиненной ткани, цепь, болтик. Слушай, я тут в Альпах, так сказать, с цепью ездил, ничего. Вот это все, как бы, да, реально работает. Все отлично работает. Вот там был сугуберный черновем, 43-й москвич, дождь этот, слушай, мы, блин, ехали. Вот там, правда, грязь летела. И вот, значит, он обратился к Михаилу, сказал, цепи же в народном хозяйстве, колодцы на журавли, собаки, как бы обрывки их везде валяются. Давайте мы соберем и из них сделаем вот эти вот для повышения проходимости, понимаешь? То есть, вот. А не было ведь этой самой протектированной резины такой вот? Ну, была очень простая, как бы, да. Плюс с резиной вообще была проблема, на самом деле. Она, наверное, до войны была, еще не хватало, там, ремонт ее тоже там. Поэтому, естественно, ее там, как до полного износа, они там, есть даже фотографии посмотреть, есть снимки, где такое впечатление, что у нее гладкий просто вообще, вообще никаких там грунтозацепов нет. Что еще? Ну, и что, собрали? Собрали, да. Ну, я не знаю, там, сколько количества, но, как бы, есть документ, что, где этот пишешь спасибо, значит, вот. Вот, делали специально вот эти вот цепи для повышения подходимости, я даже видел, находили, значит, на, допустим, на трехоске, вот, на гастря, на заднее, то одевали, такая, из уголка, такой вот, гнутая такая штука, несколько, и цепью они, ты одеваешь, у тебя, как будто, как, типа, гусеница получается. Ну, вот, подвязьму я такие вот ездил в свое время, находили. Вот, плюс, значит, не хватало, да, запчастей и всяких агрегатов, значит, главное автомобильное управление выдавало заводам со своих баз хранения, то есть, как бы, армия помогала. Но, тем не менее, вот, как бы, отмечается, что, значит, не уделяет наркомат во время войны, наркомат среднем машиностроении внимания, значит, выпуску автомобилей, вот, производство танков и боеприпасов, причем отмечается, что это производство, для него выделены специальные премии и другие поощрения, а в выпуске автомобилей таких вот мероприятий нет, и поэтому заводу выпуски автомобилей не заинтересованы. Это к вопросу про ленд-лиз, да, что... То есть, не заинтересовались во многом от отсутствия стимула. Конечно. Было бы нужно, взяли бы и простимулировали. И вот это вот управление, значит, выводит в конце этого, значит, это, по-моему, август или сентябрь 1945 года, ну, по итогам Великой Отечественной, там написано так дословно. Все отрасли военной техники в Советском Союзе за годы войны ушли далеко вперед, уровень же автомобильной промышленности остался довоенным и отстал от других отраслей производства, что, собственно говоря, в общем, так и есть. Если мы посмотрим, да, танки, сколько там, куча всяких танков, самоходок новых во время войны, артиллерия... Начинальность БТ-5, условно, закончили ИС-3. Самолеты, все это там, вот. Автомобили, если мы посмотрим, что было во время войны, всего, навсего, единицы. ЗИС-42, это развитие ЗИС-22, который полугусеничный, который перед войной был. Вот, и он финскую, там есть отчеты по-фински, они там использовались, что нифига он там плохой. Его как-то допилили, вот, и запустили его, значит, в 1945 году в производство. Но, тем не менее, там пишут, что недостаточна надежность в целом автомобиля и, значит, за счет двигателя, главным образом, и главной шестерни передачи. Гусеницы из-за резиновой этой самой с накладками быстро вытягиваются, значит, слетают, маневренность никакая. Очень большой расход. У него больше 100 килограмм на 100 километров при норме. Килограмма. Килограмма. То есть, это еще даже не 100 литров, а... 200 литров, считай. Ну, и 200, наверное. 160, да. При норме 60-80 килограмм. До мая 1945, там, чуть больше 5000 этих машин. Не сильно пользуются они популярностью. То есть, в принципе, тот же Студебекер, я думаю, таскал он бы то же самое, а по надежности. И, значит, второй, который запустили во время войны, это ГАЗ-67. Это фактически был на базе вот этого ГАЗ-64. Вот, причем, значит, первый его вариант, у него была узкая колея. И, значит, документы часто пишут, что он уже, чем у М-ки. И он по проселку не мог вписаться в колею. Он ехал как бы одним колесом в колее, а другой вот посередине. За счет этого, знаешь, под углом, соответственно, ну, снижалась скорость, расход горючего и износ. И в сентябре 43-го года, значит, его допилили, сделали, расширили, там, примерно на 20 сантиметров у него колею. Значит, ГАЗ-67Б он получил обозначение. Вот. Но у него еще был очень слабый передний мост. Вот. Его окончательно допилили, скажем так, только где-то в начале 45-го года, значит, запустили вот этот вот. Вот с удовлетворительным, ну, с доведенным передним мостом и в январе 45-го года, если точнее. И там уже отмечалось, что, да, модернизация, значит, позволила получить удовлетворительный автомобиль. Но, по сравнению с, ну, в принципе, да, он классом как Виллис, но 2500 машин до мая 45-го года. В 15 раз меньше, чем получено Виллисов. Поэтому, вот. Это только две такие вот машины, которые в годы войны были запущены в производство. Новые. Причем они базировались, опять же, на довоенных разработках. Главное автомобильное направление в течение войны многократно есть куча всяких докладов. И, значит, они говорят, что надо сделать свое. Надо, вот, естественно, там брали за основу и Даджи Трещи Этверти, и Судебекера, и, как бы, и там здравые какие-то идеи были, но, в общем, нарком Средмаш говорил, что, ну, какие-то там были попытки какие-то, опытняк какую-то делали, но это все ерунда. Вот. Это, если так, про промышленность, да, значит, про автопарк Красной Армии, да, у нас же все-таки война. На 1 июня 41-го года 272,6 тысяч автомобилей в Красной Армии всех. Из них 257,8 тысяч грузовиков. По маркам 151 тысяча, ну, грубо, газа, 104 тысячи ЗИС, 1,6 тысяча это Я и Яги, там 5,8 тонн, около тысячи прочие. 10,5 тысяч Энки легковые ГАЗ-М1, там где-то под 700 машин ЗИС-101 вот эти вот для высшего комсостава, и примерно 3,7 тысячи разных легковых машин. Там Бьюики, Пакарда и всякое прочее. Если, ну, из этих цифр следует, что почти 67% всех грузовиков, это полуторки, полуторатонные машины. Поэтому неповышенной проходимости машины вообще нет. Ну, обычная коммерческая машина, собственно, была закреплена. Легковые 87% ЭМОК. Значит, техническое состояние отмечалось, что 89, примерно, процентов исправно. То есть это прилично очень, это, ну, хорошая цифра. И по данным, значит, управления на 1 января 41-го года части Красной Армии были полностью обеспечены, укомплектованы транспортом по штатам мирного времени. Распределялись так, вот эти 272 с небольшим тысячем, 54-55% парка, это переграничная округа, Ленинградский, Западный, Киевский, Прибалтийский и Одесский, да. Примерно 22% это внутренняя округа и 24% примерно на Дальний Восток и Забайкалье, это вот против Японии. Народное хозяйство, по данным ГАИ. Мобилизационный потенциал. Да, значит, по данным ГАИ, Госавтоинспекция, на 1 января 41-го года 807 тысяч автомобилей в народном хозяйстве. Из них 704 грузовых и 103 тысяч легковых. Но здесь, значит, исправные примерно 444 тысяч, то есть это 55%. Да, значит, с чем это было связано? Дело в том, что все эти автомобили, они были примерно 223 тысячи различных хозяйств, которые имели автомобили. Из этих 223 тысяч хозяйств 82% это хозяйства, которые имели от 1 до 10 машин. Это примерно 450 тысяч машин, вот эти вот мелкие хозяйства, то есть 55%. Значит, хозяйство от 10 до 50 это 33%, и больше 50 это только 12%, это 100 тысяч машин. Соответственно, ремонт, да, когда у тебя там 2 полуторки, ты не будешь... Каннибализировать ничего не можешь. Да, с шееткой ты проволочкой там прикрутил и все. И, соответственно, из-за этого вот это вот все, так сказать. Но это, значит, на 1 января, да, на 1 июня 41-го года 820 тысяч машин было в народном хозяйстве, то есть, как бы, прирост. По мобилизации сначала постановление Комитета обороны при Совете народных комиссаров, значит, было специально, значит, изъятие из народного хозяйства, случайное начало военных действий, разрешалось 176 тысяч машин. То есть, в принципе, не так много. Но когда началась война, естественно, эти 170 тысяч изъяли, потом было изъято еще дополнительным постановлением 30 тысяч. И начали... С потери на оккупированных территориях? На 23 августа 41-го года из народного хозяйства 206 199 автомобиль было изъято. Значит, в сентябре 41-го года сказали, нужно еще 50 тысяч изъять. Их изымали долго, не одномоментно. В 43-м начале 12,5 тысяч еще изъяли. Всего из народного хозяйства, по данному управления, 268 тысяч 649 автомобилей. То есть, это почти 70% парка на ходу? Ну, это практически столько же, сколько было в армии к началу войны. 272 тысячи, а здесь 268. Но, значит, постановление Государственного комитета обороны 21 ноября 43-го года, изъятие автомобилей из народного хозяйства было запрещено. Все, то есть, как бы... Значит, здесь проблемы были какие. То есть, вот сначала вот эти, там, 200 тысяч, это изъяли, ну, исправные. Дальше уже стали изымать то, что есть. Значит, они приходили некомплектные, на пункты мобилизации поломанные. Значит, приходилось их... Ну, я думаю, что тоже их сдавали в армию. Ну, естественно, конечно. Самые, самые... Ну... Да, готовили, вот. Но, тем не менее, было организовано специально базоремонтные средства автобронетанкового управления, военных округов, местных партийных организаций, там, заводов и так далее. Там, по линии партии, комсомол, там все это, как бы, было очень серьезно. Ну, и в целом, если мы посмотрим, да, всего в армии за время войны, с учетом того, что было на 22 июня, и вот народное хозяйство... Через армию прошло. Да, через армию отечественных, включая то, что было произведено, 641,5 тысячи автомобилей отечественного производства. По сравнению с 312... Да. Ну, в два раза больше. Ну, как я говорил, что к началу войны, по штатам мирного времени, все было хорошо, когда началась война, в общем, оказалось, что все было плохо, автомобилей не хватает. Более того, что, несмотря на поставки по ленд-лизу до штатного, так и не довели. Вот если мы посмотрим, значит, на август 42-го года примерно 83% от штата укомплектованность, на январь 43-го года 86%, на январь 44-го 73% и на январь 45-го 76%. То есть, как бы, порядка 80% от штата. То есть, 20% машин все равно до полного штата не хватало, несмотря на поставки и так далее. Распределение, если мы посмотрим, ну, в основном, конечно, это на фронтах, то есть, там порядка, ну, 75% было. То есть, это еще же тыловые округа у нас есть, естественно, да? Совершенно точно, вот. Ну, то есть, 75% на фронтах, 25% примерно в тылу. Ну, это там на разные годы, как бы, оно варьировалось, вот. Значит, что еще? Ну, по потерям это, наверное, интересно было. Если мы посмотрим по армии, да, 250, ну, почти 252 тысячи это убыль за все время войны составил. Отечественных автомобилей. Если мы посмотрим, сколько, значит, сколько было к началу войны, сколько из народного хозяйства поступило, сколько заводов отечественных, сколько импортных, значит, все сложим, то у нас к маю 45-го года в Красной армии должно быть 955,6 тысячи автомобилей. Имелось примерно 602 тысячи. Соответственно, потеря где-то там 351 тысячи машин. Это без учета трофейных. То есть, 60,6 тысячи. Это же то, что на учет поставило. Да, они были официально, да. То, что поставили на учет, а то, что там люди просто затрофеивали. Не-не-не, это как бы нет. Это то, что были, так сказать, потому что трофейные были, даже отдельные подразделения трофейных, даже были эти самые, мне попадалось, по-моему, по 43-й армии, если не ошибаюсь, где даже водители были немцы. Да, там, ну, они ремонтники были. Да, да, да. То есть, там, особенно, ну, даже после войны, там, все пленные немцы. Конечно, да, все, да. Все пошли ремонтировать свои машины. 41-й год наоборот. Да. Вот, и, значит, из этих 350, ну, 352, грубо говоря, тысяч потерь, да, значит, 274 тысячи – это боевые потери, и, значит, примерно 78 тысяч – это списано, ну, просто, как, по износу. Вот. Ну, и по годам, если мы посмотрим, да, значит, в 41-м году 159 тысяч машин потеряно, больше всего. В 42-м году 66,20, в 43-м 67,6, примерно 33 тысячи – в 44-м, и где-то 28 тысяч, ну, до мая 45-го года. То есть, в 159 тысяч в 41-м году – это реально много. Ну, конечно, да. Вот. И, если мы посмотрим, это армия, а если мы посмотрим, что мы народное хозяйство, тоже, опять, если мы, значит, было 820 тысяч на 1 июня, значит, армия забрала. Почти 300 тысяч. Да. Все это, если мы сложим, вычтем, добавим, потому что рейнлайны получали и по импорту машины, и из армии передавали народное хозяйство, начиная с 44-го года. В общем, если мы все там это сложим и вычтем, на 1-й апреля 45-го года должно быть 699 тысяч машин в народном хозяйстве, а имелось 279 тысяч. То есть, 420 тысяч машин, убыль, 35 тысяч списано по износу, а остальные, ну, на территории, заняты противником. И, если мы сложим все, вот, то у нас получится убыль автомобилей 772 тысячи единиц. Почти 70 процентов. Вот, до военного. Из них 105 тысяч, это списано по износу, и 660, почти 7 тысяч, потери в результате военных действий. То есть, удар. Удар, да. Ну, и в целом, если вот говорить, да, что, подводя короткий итог, что вообще к началу войны автопарк не был достаточно армии подготовлен к введению боевых действий, что не было ни спецмашин, ни специальных тягачей. То есть, были вот коммерческие машины, он обычный. Причем большая часть, больше 50 процентов, там, 55, это полуторки, да, грузоподвенец, полторы тонны. И даже когда из-за мобилизации провели, в основном тоже полуторки, а обеспечить перевозки они, конечно, оперативные не могли. Вот. Но, тем не менее, из народного хозяйства, да, удвоить почти должен был мобилизацию. Но, тем не менее, почти в два с половиной раза за годы войны автопарк Красной Армии вырос. Естественно, в основном это за счет импорта. И за счет народного хозяйства. За счет народного хозяйства. Вот. И отмечалось, что, значит, в 42-м, 43-м сильно ухудшилось техническое состояние, что требовало ремонта до 20 процентов машин. Это много. И к концу войны, значит, благодаря тому, что много новых, опять же, по ленд-лизу, плюс сумели организовать ремонтные всякие базы и прочее, прочее, ну, как бы нормально, более-менее поставить ремонт, количество машин, которые требовали ремонта, вот, примерно, там, 14,5 процентов. Но это все равно много, но не настолько. Ну, и то, что в течение всей войны, как бы, укомплектовать по штату не получалось. То есть, порядка 20 процентов машин не хватало. А после войны демобилизация автопарка была? Да, была. Была, была. Причем, если я не ошибаюсь, на вот сколько там, 664 тысячи на май ему, да, говорили. В 48-м году, не помню, на, по-моему, на сентябрь, если не ошибаюсь, порядка 240 тысяч в армии. То есть, почти 400 тысяч ушло в народное хозяйство. Да. И из них, кстати говоря, примерно, по-моему, порядка 180 тысяч импортные машины. Это к вопросу о ленд-лизе, значит, возвращали, мы не возвращали, там, под пресс они их пускали, американцы, или, вот, то есть. Только пускали, или не пускали? Слушай, я документов не видел. Я вот эти вот... Только воспоминания. Только воспоминания, что вот они там все, корабль, но я, честно говоря, вот, как инженер, я так с трудом себе представляю, какой должен быть мощности пресс, чтобы, допустим, даже Виллис, хорошо, чтобы его там расфигачить в лепешку, это раз. А второе, в чем прелесть вот этого, то есть ты его раздавишь, а дальше там, у него там, допустим, ну, там, сталь, там, да. Вроде, типа, его там выкидывали за борт. Ну, в общем, этот вопрос открытый. Спасибо большое. Да нет, за что. До свидания. До новых встреч. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова